Всем привет! В этом видео мы сделаем рик персонажа для последующей анимации в спайне. Начнем мы с создания скелета и с создания кости для тела, которая будет основной помимо корневой кости. Но корневую кость мы не используем, потому что это вызывает проблемы потом в дальнейшей работе в движке. Поэтому мы начинаем с кости тела и от нее уже дочерними костями ведем кости головы. От кости головы уже создаем кости для всего того, что есть на голове. Глаза, брови, челка на голове, которая будет двигаться. Для тела мы сделаем несколько костей для того, чтобы иметь возможность это тело гнуть. У нас позвоночник имеет такое свойство, как гнуть. И собственно мы повторяем структуру в виде скелета в спайне. Соответственно дочерние кости от тела ведут на руки. Проверяем обязательно то, как у нас кости работают, как крутятся определенные элементы. И в процессе подгоняем положение начала каждой косточки, чтобы все крутилось так, как нам нужно, чтобы не образовывалось никаких артефактов, обводка не вылезала, не вылезали определенные какие-то элементы сзади, которые мы не хотим, чтобы было видно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Обратите внимание, что у нас есть одежда на персонажа. Это футболка и штаны. И при движении и повороте определенных элементов появляется такая ситуация, что одежда должна деформироваться. Тут два варианта. Либо мы двигаем конечности ровно настолько, насколько позволяет нам нарисованная нами одежда, и не выходим за ее пределы, либо будем создавать меш для одежды и деформировать ее в процессе анимации. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Теперь перейдем к созданию мешей для тех элементов, которые у нас будут деформироваться на нашем персонаже. Начнем с челки. Сделаем максимально близкую к изображению охлотку из точек меша, чтобы обвести наш исходник. И привяжем этот меш к трем костям, которые у нас созданы для изгиба. В принципе, веса здесь распределяются автоматически, можно особо ничего дополнительно не настраивать. Поскольку у нас эта челка нарисована с некоторым загибом вовнутрь, а не в прямом положении, выгибать обратно будет затруднительно, но ничего страшного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы можем несколько приподнимать грудь и живот персонажа при дыхании, соответственно, создавая ощущение того, что персонаж дышит. Это нам пригодится в анимации покоя, и для этого мы сделаем меш. Ну и плюс для деформации при движении ног. Мы также максимально близко обводим минимальным количеством точек меша нашу картинку. И местами даже создаем новые линии для более правильной деформации. Потому что автоматически не всегда это работает так, как нам нужно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И также привязываем к трем костям наш меш, распределяем веса автоматически. Какую-то дополнительную донастройку весов можно проводить уже в процессе анимации, когда мы будем понимать, что что-то работает не так. Для простых мешей в целом автоматическое воспределение весов работает практически всегда, без какой-то глобальной дополнительной перенастройки. Рука у нас в данном исходнике не нарезана, поэтому для нее мы также создаем меш. В целом есть два варианта. Мы можем нарезать кисть и саму руку на две части, соответственно, либо сделать меш. В данном случае, поскольку у нас нет никакой внутренней детализации на руке, в принципе, можно было бы и нарезать. Но если исходник идет в таком формате и есть потребность сделать некоторую деформацию, то можно работать и с мешем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Довольно полезно бывает проверять максимальный диапазон поворотов, чтобы понимать вообще возможности анимации персонажа, насколько мы сможем его двигать. Это делается не только для того, чтобы правильно расположить кости, но и в целом, чтобы понимать, как в дальнейшем работать в анимации. Что мы можем поворачивать, что мы не можем поворачивать, где у нас могут возникнуть определенные артефакты, где, может быть, нужно что-то прикрыть. Поэтому уже на этапе настройки скелета нужно максимально проверять, насколько двигается та или иная конечность, насколько поворачивается тот или иной сустав. Потому что все-таки зачастую есть определенные ограничения, особенно если в исходнике не предусмотрено всего и вся для любой анимации. Поэтому проверяем все уже на данном этапе. И сделаем мэш еще и для ноги, чтобы ступня работала более плавно. Мэш еще и для ноги, чтобы ступня работала более плавно. На этом настройка скелета подходит к концу. Вот такую вот анимацию с помощью данной настройки мы сделаем в следующем видео. А на этом все. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.